Духовно-рыцарские ордены являются одной из визитных карточек Средневековья. Их облик в истории неразрывно связан с крестовыми походами, святой землей, славными битвами и сверкающим доспехом. Но многим ли из нас известно, что существовал орден, в который люди вступали для того, чтобы встретить смерть от неизлечимой болезни? Вы на канале Лето Средневековья, и сегодня мы расскажем вам историю зарождения ордена Святого Лазаря, чьи рыцари одним своим видом вызывали страх у воинственных сарацинов и стали широко известны как живые мертвецы. Как известно, многие духовно-рыцарские ордены возникли во времена крестовых походов, обосновавшись на одном из уголков Ближнего Востока. Этот уголок стал известен среди европейцев как Святая Земля, также именуемая Иерусалим. Эти территории представляли особый интерес для европейцев, поскольку, согласно Евангелию, на Святой Земле находятся главные святыни христианского мира, гроб Господень. Необходимость защиты и удержания столь ценной территории и стала причиной появления рыцарских орденов, с которыми знакомы многие из нас. Как известно, деятельность ордена совмещала в себе военные и духовные обязанности, поэтому членами таких организаций являлись не только воины-рыцари, но и монахи-католики. Рыцари обеспечивали защиту христианских святынь, безопасность приезжающих в Святую Землю паломников и осуществляли борьбу с врагами церкви. Однако некоторые ордены первоначально создавались для ухода за больными и ранеными. Стоит заметить, что искусство врачевания в орденах было на порядок качественнее, чем где-либо еще в Европе того времени. Госпитальеры не брезговали пользоваться опытом арабских ученых-медиков и применяли на практике полученные знания. Так, например, рыцари-ионисты и тамплиеры проводили трудные операции с использованием анестезии и антисептиков, а также были первыми из европейцев, кто назвал эпилепсию болезнью тела, а не одержимостью духа дьяволом. Но, как оказалось, медицина была бессильна для тех, кто нуждался в ней больше всего. Мы не зря упомянули Иерусалим во времена крестовых походов, поскольку именно тогда, из Ближнего Востока в Европу, проникла и распространилась болезнь, известная как проказа. Она же лепра, она же болезнь святого Лазаря, в честь которого в Иерусалиме и был основан одноименный орден. Но прежде чем занять свое место в плеяде орденов, лазариты оказывали помощь людям, зараженным проказы, прокаженным. Именно это делает орден святого Лазаря уникальным, ведь он спасал тех, кто считался изгоем как в средневековой Европе, так и на Ближнем Востоке. Как известно, в средние века проказа считалась одним из видов кары Господней, поскольку зараженные буквально разлагались заживо, умирая медленно и мучительно. Здоровая часть населения относилась к больным с пренебрежением и опаской, поскольку медицинские знания о проказе представляли собой смесь фактов и фантастики. Никакое известное средство не могло помочь заболевшему, поэтому он считался обреченным с первых дней проявления проказа. Неудивительно, что боязнь оказаться зараженным была сильна, особенно в тех местах, где наблюдалась высокая концентрация людского населения, и болезнь передавалась гораздо быстрее. При появлении первых признаков болезни прокаженного отводили в церковь и отпевали, как если бы он уже был мертв, после чего ему выдавали особую одежду с кусочком красной ткани в виде гусиной лапки, пришитой к груди, а также колокольчик, рог или трещотку. Последнее было необходимо для здорового окружения, которое, вовремя заслышав приближение больного, имело возможность быстро скрыться с его пути. Чаще всего прокаженные находились под присмотром в особых заведениях — лепрозориях, что располагались за городскими стенами во избежание контактирования больных со здоровыми. Дом Святого Лазаря был одним из таких лепрозориев, что расположился за стенами Иерусалима в 1098 году. Скромное начало не помешало лазаритам заиметь широкое влияние благодаря распространившейся болезни, что не щадило ни богатых, не бедных. С середины XII века короли и высшее знать государства крестоносцев осуществляли регулярные пожертвования Дому Святого Лазаря. Дарителями выступали представители светской власти, высшие церковные сановники, а также известные юристы Иерусалимского королевства. Ордену жаловались пахотные земли и виноградники, дома и продуктовые ренты, как, например, урожай от виноградника или даже вино, а также денежные ренты. Эти самые ренты составляли основу собственности будущего ордена. В силу высокой скорости распространения часто прокаженными становились рыцари других орденов, и дабы не подвергать риску товарищей, они уходили и вступали в ряды лазаритам, единственных, кто принимал больных проказы. Болезнь имела долгий инкубационный период и в активной фазе длилась около 5-7 лет, поэтому многие воины оставались боеспособными в течение долгого времени и не спешили отходить от дел. Более того, главой ордена, великим магистром, мог быть избран только прокаженный. Впоследствии, благодаря пополнению монашеского братства прослойкой рыцарей, лазариты расширили свои возможности военной ролью. Это было актуально на тот момент, поскольку орден святого Лазаря получил возможность участвовать в кампании по защите святой земли. Таким образом, орден обладал экономическими и военными мощностями, необходимыми для поддержания своей деятельности. Как мы уже говорили, чтобы защитить себя во время крестовых походов, орден создал военную ветвь из бывших рыцарей, что произошло в 1123 году. Рыцари лазаритов стали именовать рыцарями Зеленого Креста, что было символом ордена. Вскоре после этого, в 1187 году, Иерусалим подвергся осаде сарацинов под предводительством Салахаддина, султана Египта и Сирии. Бой за Иерусалим наравне с братьями из других орденов стал своеобразным боевым крещением рыцарей лазаритов. Однако вскоре город был сдан султану Балианом II и Беллином во избежание крупномасштабной резни. В ходе вышеописанных событий орден потерял свой главный госпиталь и монастырь, а отряд лазаритских рыцарей погиб при потере Иерусалима. В 1191 году король Ричард Львиное Сердце победил Салахаддина при Азуфе и отбил порт Яффа. Совместно с Салахаддином он заключил договор, по которому морское побережье от Тира до Яффы оставалось во владении крестоносцев, а христианам была предоставлена полная свобода посещения гроба Господня. Следуя примеру других, орден святого Лазаря переехал в город Акка, где построил больницу, монастырь и церкви, продолжая выполнять госпитальерские функции. Однако даже после договора крестоносцы не смогли похвастаться мирной жизнью. Поэтому вскоре, чуть больше полувека спустя, состоялась последняя битва защитникам креста на Святой Земле. 15 июля 1244 года харизмийцы, бежавшие от ордынского нашествия по дороге, взяли Иерусалим. Городские стены, а точнее то, что от них осталось после разрушения по условиям вышеупомянутого договора, значительно упростили работу захватчиков. Кстати, именно тогда и была утрачена гробница легендарного Готфреда Бульонского, предводителя первого крестового похода, которую не тронул даже Салахаддин. Население было подвергнуто жестокой расправе. Враг, окружив их со всех сторон, атаковал их мечами, стрелами, камнями и другим оружием, убил и разрезал на куски около 7 тысяч мужчин и женщин, и от этой резни кровь верующих ручьями текла по склонам гор. Свидетельство Геральда Ньюкаслского, рыцаря-госпитальера, очевидцы тех событий. Спустя месяц насилия и грабежа на Святой Земле, харизмийцы двинулись в сторону Ла-Фарбье, где должны были соединиться с войсками египетского султана. Королевства крестоносцев оказались сильно ослаблены падением Иерусалима, но надеялись отбить святой город и даже согласились принять помощь от сирийских мусульманских князей, не желавших видеть Иерусалим в руках варваров или своих врагов-мусульман, правивших в Египте. Тамплиеры, госпитальеры, тевтонцы и прокаженные рыцари Святого Лазаря присоединились к воинству, горевшему желанием отомстить за поруганные святыни. Приближался час решающей битвы, которая войдет в историю как последняя битва крестоносцев на Святой Земле. Немногочисленный отряд рыцарей-лазаритов расположился в первых рядах объединенного войска. Их внешний вид обескураживал противника, поскольку во время битвы прокаженные не опускали забрало шлема, красноречиво демонстрируя обезображенные болезнью лица. Харизмийцы и сарацины знали о лепре, оттого испытывали страх перед лазаритами, ведь если погибнешь не отмеча в битве, то сгниешь от смертельной болезни. Кроме того, прокаженные сражались отчаянией кого-либо из крестоносцев, поскольку их тело уже давно принадлежало смерти, которую воину почетнее всего было встретить на поле боя. Вдобавок ко всему, одной из особенностей процесса проказа является потеря чувствительности кожных покровов. Проще говоря, рыцарь-лазарит, получая ранение, не мог ощутить боли. Это еще одна причина, по которой больные проказы имеют статус живых мертвецов. Несмотря на решительный настрой, предстоящая битва не сулила крестоносцам ничего хорошего, ведь силы противника превосходили их почти вдвое. И все же вызов был принят. Битва при Ла Форбье была проиграна ценой огромных потерь. Крестоносцы больше никогда не вернут былого влияния на Святой Земле. Все рыцари ордена Святого Лазаря, пришедшие на битву при Ла Форбье, нашли свою смерть. Есть мнение, что высокая смертность прокаженных рыцарей была вызвана не только их малым количеством по сравнению с другими орденами, но и боязнью здоровых прикасаться к раненым лазаритам, боязнью заразиться самой смертью. Можно подумать, что это был конец и для ордена Святого Лазаря, но это не так. Его последователи основали многочисленные лазареты и госпитали во Франции и в других странах Европы, продолжая оказывать помощь прокаженным, которых из года в год становилось все больше. Субтитры создавал DimaTorzok